В концерте цикла «Густо сквозь века». И сегодня наша встреча посвящена одному из самых ярких периодов в истории нашего Отечества, эпохи Петровских преобразований. И, конечно, мы сегодня с вами встречаемся в зале, в котором собраны экспонаты, которые рассказывают об этом историческом периоде, и которые в какой-то мере отражают нам саму личность великого реформатора, царя императора Петра Первого. Вот с этого, собственно, мы и начнем наш рассказ. Действительно, во главе всех начинаний, во главе всех реформ, во главе всех изменений, которые происходят в русском обществе, начальнице 19-го века, стоит царь реформатор. Человек с необычным характером, очень необычной судьбой и, наверное, необычной внешностью. Потому что, вот сейчас мы с вами увидим личные вещи Петра Первого, которые хранятся здесь, в этом зале. И хотелось бы напомнить, что, а, тут вы видите портрет сейчас Петра Первого, да, и вот вы сейчас увидите на экране маску. Эта маска сделана непосмертно, как можно было предполагать. Эту маску еще при жизни у царя архитектор Растрелли снял с него в 1719 году. То есть мы видим, какого-то внешний облик Петра Первого. Кроме того, в музее есть редчайшие экспонаты, которые лично принадлежали когда-то императору. Шесть костюмов, которые носил сам царь. И вот сейчас вы видите кафтан императора Петра Первого. Ну, на что обращается внимание, что сам Петр всячески вводил на поведение и требование следовать европейской моде для представителей дворянства, для представителей богатого купечества. Это нашло отражение даже в чисто внешнем облике. Европейская младь стала обязательной наше. И вот кафтан императора, выполненный в Западной Европе. И еще один костюм, амунитив полковника Лейбарди Преображенского полка. Вы помните, что у истоков русской регулярной армии стояли два полка потешных костя, как в первоначальном, детстве, в юности, называли Петр, Преображенский и Симоновский полки. Но вот почему хотелось показать именно этот костюм. Напомню, что при всем том, что царь создавал абсолютную монархию, царь получил титул императора, при этом он был лишен такого внешнего числания. Он не поднимался в своих военных чинах выше полковника. Он не присваивал себе многочисленных наград. То есть выдвигая целый приятный замечательный военачальник, он все время старался быть на втором плане. А к себе любил обращение господин Бомбардин. Кстати, глядя на костюмы Петра, надо обязательно вспомнить, я говорила о необычности его внешнего облика. В наше время такой человек, как царь Петр, привлек бы, конечно же, внимание, прежде всего, баскетбольных тренеров. Потому что рост 2 метра, 4 сантиметра, это и в наше время достаточно высокий человек, который выделялся в том, что у нас были 2 среднего роста. Как уж выглядел царь, когда люди бы вообще были немножечко несколько ниже, несколько предельности, чем в современном мире. То есть действительно, он был очень высок рост. Кстати, когда Наполеон побывал в Голландии, и ему показали шкаф, в котором спал царь Петр, будучи работником судовой верхни, Наполеон заметил, для великого человека, ничто не может быть матовым. Еще одна очень интересная деталь. Занимаясь бесконечными изменениями внутри государства, выстраивая сложнейшую внешнюю политику, выстраивая жизнь по новому европейскому образцу, иногда царь Петр был лишен каких-то знаков, привилегий, которые были у его же сановников. Вот мы с вами в центре сала видим вот этот вазок, предатель, в нем Петр отправился в Архангельск. И вот в этом моске он путешествовал. Вот интересно, что до конца жизни у русского, первого русского императора не было своей собственной кареты. Если ему необходимо было сделать парадный выезд, он просил карету у кого-то из своих ближайших сподвижников и друзей. У самого у него такой кареты не было. Сейчас мне хотелось показать вам вот этот документ, один из тех документов, на которых у нас видна собственноручная подпись Петра Первого. Писал он очень быстро, очень энергично, порой пропуская буквы. Почерк был не очень устойчив и уверенный, но в общем-то эта стремительность и энергичность, которая была присуща всем его движениям, его поступкам, она отражалась в какой-то мере и в почерке императора. И еще один экспонат, который является буквально знаком. Царь Петр учил Россию жить по лову и многому учился сам. Собственно, история новой России начинается с 1697 года, когда организуется Великое фасольство. Великие фаслы отправляются в европейские страны для того, чтобы заключить союзнические договоры, возможность и организовать возможность военного союза против Швеции. Сам же Петр Первый участвует в этом Великой фасольстве и импогнито. Это было первое такое вот изменение рекламы, когда русский царь импогнито покидает пределы России. Так вот, не во всем месте Великого фасольства удалось, но сам Петр, оказавшись за границей, с удовольствием не только смотрит, он очень многому учится. Сам работает на судостроительной верфи в Голландии, осваивает ремесла. И вот одно из ремеслов, которые он очень любил, это токарное мастерство. Потом у него непременно стоял токарный станок в его рабочем кабинете. И очень часто, принимая даже иностранных послов, царь занимался вот такой простой работой. И отсюда и появилась сразу же, очень при жизни его, вот эта великая легенда, вот такой факт, что это великий царь-преобразователь и царь-тружень. Так вот, в историческом музее творится удивительный экспонат. Это чара, которая была выточена лично Петру Первым. Он делал такие чарки и чаши, и вот донил их в виде небольшой награды. Она была подарена коменданту Москвы, князю Гагарину. Понимая, насколько это бесценный дар, получивший ее, оправил ее в драгоценную оправу, украсил драгоценными камнями. И получилось вот такое удивительное произведение у декоративно-прикладного искусства. И это в основе здесь вот лежит как раз сама работа, ручная работа царя Петра Первого. Впервые попав с великим посольством в Европу, царь открывает для себя не только новые технологии, не только новые науки, не только новые знания. Он соприкоснулся впервые по-настоящему с европейской культурой. Надо, конечно, сделать маленькое замечание. Что первоначально вот этот интерес к европейской жизни, ко всему европейскому, происходило у Петра от очень частых посещений так называемой немецкой слободы. В немецкой слободе у него были настоящие друзья Франц Лепорт, Патрик Гордон. И вот то, что он увидел в немецкой слободе, это, конечно, было лишь слабым отражением великой западноевропейской культуры. Но вот впервые попав в Европу, царь увидел воочию, сколь велика может быть сила и науки, и просвещения, и культуры. И вот сейчас с огромным удовольствием я приглашаю на эту нашу импровизированную сцену творческую мастерскую исторического танца Андрея. И небольшие пояснения к тем танцам, которые вы сегодня увидите, будет делать руководитель этой импровизированной мастерской Сергея Сосницкий. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ